Доброе утро! Заканчивается уже и китово, как и год. Все очень быстро заканчивается. И тем быстрее надо нам учиться, подниматься, делать выводы. Есть такая короткая история. Однажды было такое объявление. Кто поднимется, сумеет подняться на сотый этаж небоскреба, получает денежный приз. Сто этажей, лифт нельзя и пешком. Стартовали они вдвоем. Два человека, первые 10 бежали легко, потом 20, потом 30. На 40-м уже обливаются потом, 50-й ползут. 77-й, один говорит, я больше не могу. Все. Прижался к полу. Второй говорит, я тоже не могу. Но скорее умру, чем сдамся. Я начал опять двигаться, напряжение, все поднялся на 89-й. Смотрит, 90-й дополз и надпись. Если вы сюда добрались, можете сесть в лифт. Поздравляю, вы победили. Вся жизнь это восхождение. Некоторые считают, что достигнуть вершины, это значит стать популярным актером, владельцем какого-то банкового счета, на худой какую-то вилла, дом. Я не знаю, у каждого это разное. Но вершина морального преуспевания не идет никакого сравнения, материального, простите, с духовным. Потому что поднявшихся на духовный МРС, их совсем мало. Однако зайти на вершину, возможно, на каждого, может быть, у каждого своя эта вершина, но она есть. Поэтому многие думают, ну почему бы не остановиться на тихой площадке между лестничными пролетами, обосноваться с удобством, коврик постелить. Но жизнь это не гора и не винтовая лестница. Она похожа на спускающийся вниз эскалатор. Если остановишься, окажешься внизу. А чтобы подняться, надо не просто идти, надо бежать. Вот был такой рабе Израиль Салантер, он сказал и процитировал другое произведение, он сказал следующее слово. Сначала человек совершает грех, понимая, что это грех. Затем совершает второй раз, он считает свой поступок вполне приемлемым. А в третий раз его спрашивают, а в третий раз это уже митцвет, уже класс. Заметьте, что вот мы с вами, когда идем по вот этой вот жизненной лестнице, если мы что-то сделали не так, нас это задевает. Мы понимаем, что это грех, понимаем. Второй раз уже легче. Третий раз уже там все в порядке, уже никаких проблем нет. Поэтому тут нельзя привыкать к глупостям, нарушениям и так далее. Остается меньше двух недель до Рошашина. До дня суда, великого главного суда. Меньше двух недель до решающего момента, когда люди записываются в книгу жизни или наоборот, не дай бог. К богатству или наоборот, к счастью или наоборот. И не будем забывать, что все, что в мире происходило, аварии, теракты, болезни, вирусы, потери людей, все, 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 все определено в один день. В Рошашина. И этот Рошашина будет через две недели. Трудности в заработке, это тоже Рошашина. Все, все, легкая головная боль написана, прописывается в Рошашина. И ее отсутствие точно так же. Мелкие жизненные разочарования. Вдуматься надо в силу и вообще вот этого дня. И извините меня, испугаться. Испугаться, начать как-то подумать, сесть, что я, как я пойду в этот день, как я предстану перед этим судом. Мы должны надеяться не только на добро и милосердие сверху, но и на свои собственные дела. Поэтому нам всем хочется, чтобы этот год был годом счастья. Хорошо бы, да? Но то, что установлено, будет в Рошашина. А что именно установлено, зависит только от нас. Через две недели будут поставлены на весы, ну, хотите, наша жизнь. Заповеди лягут, все хорошее, что мы сделали, какие-то добрые дела, улыбки наши лягут на одну чашу. А вот противоположное там, на другую. Конечно, счастливы те, кто может сказать там, да, у меня точно здесь больше. Но кто это может сказать? Поэтому написано, что спасаться за эти две недели надо делать много хороших дел. Надо больше улыбаться. Надо больше помогать людям. Надо задуматься о своей жизни. И еще есть одна вещь, которую сказал нам Рабейн Йона. Сказано, что за каждое раскаяние приходит прощение. То есть надо взвесить, что ты сделал не так. И сказать, я больше этого делать не буду. Я так не буду больше с людьми. Я постараюсь, я постараюсь сделать. Но что-нибудь сделать надо. Еще есть одна вещь, чтобы мы знали для себя, что даже любая крупица страданий, сожалений, сделанных не так, о каком-то там ошибке, она тоже уменьшает вес нашей вот этой вот отрицательной корзинки. И, наконец, самый главный, расскажу вам секрет, написанном в книгах Кабалы, звучит он следующим образом. При упоминании прежних милостей притягивается новое. То есть человек, кроме того, что должен разобрать негатив этого года, он должен сесть и посмотреть, записать, если хотите, на листочки. Я все время жалуюсь, или недовольный. А сколько сделал для меня творец за этот год? И это, и я живой дожил до этого. И вот так, и тут улыбай. Вот это все сделать, и тогда написано на небе, говорят, ну, благодарный человек. Брахава от слаха, шаббат шалом, всего самого-самого лучшего.